Всем привет! Всем доброе утро! Сегодня такое утро было у меня, знаете, тяжеловатое. Не выспалась вообще напрочь. Не знаю, что-то Глеб капризничал всю ночь, плакал, и что-то ему там вечно выдумалось. То страшно, то темно, то еще что-то. Всю ночь меня подзывал к себе. Еще в садик не хочет капризничать. Говорит, и горло у меня болит, и я устал. 33 причины, не поймешь, действительно болит горло или нет. Но сегодня мы записаны к Лору. Я вам говорила, что пойдем платно для комиссии. И заодно я у нее и спрошу, пускай посмотрит, правда ли горло красное, или придуривается в садик, не хочет. Вот, поэтому сегодня заберу я его пораньше с садика, и пойдем к врачу. Надеюсь, что всю комиссию уже мы эту... Не комиссию, а всех врачей пройдем, и, может быть, завтра я сдам уже документы на комиссию, на логопедическую группу. От того, что не выспалась, знаете, даже немного как-то голова побаливает. Спать просто безумно хочу. Глаза так и закрываются. Но спать мне некогда, надо делать дела. Еще в магазин надо съездить. Так что вот такие вот. Такое вот у меня сегодня утро. Ну ладно, бывает. Итак, собираюсь за сына в садик. Все время его так пораньше забираю, раньше, чем остальных. Еще к тому же он и жалуется. Так, и сейчас продолжаю пользоваться вот этой водичкой от Dolce & Gabbana. Прям мне она очень нравится. Такой сладенький запах. Пока не надоело еще. Субтитры сделал DimaTorzok Все забрала, идем в садик. Опять недовольная, опять хочет сидеть дома. Хочет больше не ходить. Глеб, опять ты весь отрядный, весь запачкался. Вчера Глеба постирала полностью и куртку, и штаны, и обувь. Все, сегодня забрала опять весь грязный. Как тракторист. Да, Глеб? Весь грязный. Почему ты так пачкаешься, как ты там гуляешь, бесишься? Представляете, забрала сына с садика пораньше, чтобы пойти нам к врачу. И решили мы еще с ним заехать в ОК, заодно купить продуктов. И в ОК он у меня все ныл, ныл, и холодно ему. И куртку даже застегнули в магазине ходили. Я хочу полежать. Ну, в общем, я уже так заподозрила, что не заболел ли он. Приехали домой. 37,6. Вот тебе на. Сходили, сколько мы, да, сегодня? Среда? Или вторник сегодня? Даже запуталась. Нет, не вторник. Среда? Ой, Господи, я уже вообще... В общем, короче говоря, сколько мы отходили в садик? Три дня, получается. И все. До свидания. Ой, Господи, получается, что мы к лору не попадаем опять. А лор принимает здесь только один день. Ну, ладно, это не беда. Я найду, где еще сходить к лору. Но я просто переживаю, что надо на эту комиссию нести справки. А у нас еще их нету. В общем, сейчас я буду продукты вытаскивать, что купила. И подробный рассказ не буду делать, потому что уже это сто раз делала. Мы все в основном одно и то же покупаем. Так, про некоторые продукты я расскажу. Вот купила вот эти барила канелония. Хотя я мужу говорила, он говорил, нет, я не хочу, но я сделаю все равно. Так, на 2,800 я, в общем, сходила. Окей, народу мало. Ну, вот я говорю, то, что он у меня ныл. Из фруктов что-то смотрела, вообще ничего мне не выбрать было. Взяла просто яблоко. Бананы купила, выбросили. Мандарины вот тогда вам показывала. Все, половина тоже все уже спортились. Фрукты у нас плохо едятся вообще. Так, пасту зубную детскую. Сейчас взяла вот такую, Аквафреш молочные зубки. Попробуем ее. Так, сыр Аддермани Маздам. Маздам мой самый любимый сыр. Так, мясо, это свинное выручка у меня есть. Все как обычно. Все как всегда. Так, это куриные у меня ножки. И это свинная лопатка. Еще даже вообще не знаю, что из этого всего буду готовить. Что-нибудь придумала. В Акее все время дают вот эти какие-то браслеты. Такой бред вообще, не знаю. Опять нам дали. Так, на сладкое взяла вот такой австрийский штрюдель. Но я уже так потихонечко все-таки возвращаюсь к сладкому. Но мало, мало. Не так, как раньше я любила. Прямо сейчас, как ты так вот мне огрыжешь. Отвернула. И сегодня пара долечек шоколадки я только съела. Вот этого мне захотела. Так, долечки. Погода. Я вам покажу сейчас. Дождь просто стеной. У меня дворники на машине. Вот так вот просто работали, пока мы ехали. Так, ну все. Тут все. Хлеб. Все как обычно. Нет, нечем вас удивить. Взяла сербку Брынди. Потом ее выложила. Думаю, опять будет лежать. Никто ее не захочет. Ну и все, осталось у меня только картошка. Так что вот такие вот дела. Сейчас мы пообедаем с Глебом. Потом будем ждать доченьку со школы. И потом надо мне что-то думать на ужин. Так, раз он заболел, мы никуда не идем. Значит, мне можно не торопиться готовить ужин. Успею я его еще сделать. Ну и, конечно, в последующие дни, получается, он в садик не пойдет. Будем дома сидеть. Так, все. Буду сейчас продукты все раскладывать. Сейчас сижу и думаю, я же забыла еще взять. Я хотела спагетти и кашу мне еще надо было. Ну ладно, все равно, наверное, сегодня придется еще идти в аптеку. Потому что он говорит, что горло у него болит. А у меня там там Тантумверда, вот знаете, совсем чуть-чуть осталось. Но на день максимум хватит. Так что все равно, наверное, пойду еще. Вот, смотрите погодку. В общем, дождь. Ну, вам, наверное, плохо видно. Дождь просто льет. Сейчас уже поменьше. Смотрите, лужи. Видите? Сейчас уже меньше. А когда мы подъехали, это просто был дождь стеной. Смотрите, сейчас полвторого дня. Какая теми в комнате. Просто кошмар. Сейчас включу свет. Без света вообще в квартире находиться невозможно. Это все из-за этого дождя. Кошмар. Мой бедный попугай сидит в этой темноте. Надо его перенести, что ли, хоть в другую комнату. У меня, смотрите, трава растет. Какие наросли. Ой, Господи, Боже мой. Корни аж тут. Такая травка, знаете, мягенькая-мягенькая. Вот если бы на даче где-нибудь был бы такой газон и на нем полежать. Один, главное, худой травянчик этот. А второй какой-то толстый, бесформенный. Смотрите, его аж разорвало здесь. Сколько травы у него выросло. Сейчас мы с вами приготовим котлеты из индейки. Фарш у меня уже был приготовлен заранее. И сейчас мы просто их сформируем и все. Котлетки у меня очень любят дети. Ну, я думаю, как многие здесь любят котлеты. Всякое такое, что легко жуется. Так, сейчас буду делать котлетки и обваривать в панировочных сухарях. Так, котлетки у меня будут из индейки. Фарш у меня сделан уже, до этого был. Сейчас мне надо просто их сформировать. Отправляем жариться. Котлеты у меня очень любят дети. Ну, как все, наверное, дети. Вот у нас 6 котлеток получилось. Ну, все, котлетки наши жарятся, а мы идем дальше делать дела. Так, и сейчас я еще почищу морковку и сделаю опять салатик с морковь, тертый сыр, чесночок, что-нибудь такое к котлеткам. На гарнире я даже не знаю, у детей будут макароны. Я, наверное, ничего не буду. Может быть, салатик чуть-чуть поем и все. А муж там посмотрим тоже придет, я уже его спрошу. Так, ну все, морковка у нас почищена. Чистим чесночок. Ну, все, мои хорошие, буду сегодня с вами прощаться. Немного, конечно, расстроилась, что сын заболел. Только начали ходить в садик. Ну, ладно, не беда, посидим дома. Главное, чтобы дочка не приболела, тоже не заразилась. Чтобы мы тут все кубарем не пошли. Вот, а вам желаю, чтобы вы были здоровы. Чтобы у вас было всегда хорошее настроение. И чтобы ничего вас в этой жизни не расстраивало. А себе я желаю, чтобы наконец-то кончился дождик. И чтобы мы все поправились. Все, всех целую. Всем пока. Увидимся.